Здравствуйте! Я начал тему от утопии к антиутопии. И тему еще не закончил. Финал, на мой взгляд, еще достаточно далек. Я составил себе хронологию. Во всяком случае, пытался держаться такой хронологией. Как эта утопия возникает, как она развивается, какие трансформации переживает это направление. Я говорил о литературе, хотя оговаривался, что утопия имела место не только в литературе, а и в массе других видах искусств, философии даже и так далее. Но хронология хронологии, а жизнь вносит свои коррективы. Я решил эту хронологию нарушить. Я колебался какое-то время, но подумал, что просто есть вещи, которые нельзя откладывать на потом. Дело в том, что 27 июля 2018 года, то есть года, в котором мы с вами живем, умер писатель Владимир Николаевич Войнович. И этот человек интересный писатель, своеобразный, неординарный. Я чудесно понимаю, знаю, что к его творчеству относятся по-разному. Есть поклонники, фанатики даже того, что он делал и писал. А есть другие, кому это творчество, ну, мягко скажем, не очень симпатично. Но, видите ли, разница мнений, разница суждений, разница взглядов, на мой взгляд, лишний раз говорят о том, что мы имеем дело с чем-то неординарным. Поскольку, когда все заодно, ну, все неправы. Это не мое высказывание, но такая мысль прозвучала, высказана была одним человеком, я ее разделяю. Действительно, когда все заодно, значит, что-то не так, что-то не то. Люди, существа индивидуальные. У каждого свой мир, у каждого свой взгляд на жизнь, у каждого свои суждения. И, в общем-то, только из столкновения этих взглядов, когда каждый имеет право, может, хочет высказать свою точку зрения, глядишь, возникает что-то интересное, наблюдается какая-то эволюция, какое-то движение вперед. Потому что, когда все идут под одним знаменем и топают к одной четко обозначенной цели, то, во-первых, как правило, до нее не доходят. А, во-вторых, цель, оказывается, ну, не стоила того, чтобы класть на нее жизни и прочее. Вот Войнович. А почему я, собственно, и нарушил хронологию и обратился к личности этого человека, этого писателя? Ну, во-первых, он вписывается в ту тему, которую я затронул. Поскольку, вы знаете, Войнович написал книгу под названием «Москва. 2042-2042 года». И, ну, это антиутопия. По всем статьям, по всем категориям нормальная антиутопия. Другое дело, что, наверное, следовало бы добраться до этой книги после того, как я расскажу о других утопистах и антиутопистах, которые, как я уже говорил, у меня в списке, даже вот под видео я обычно привожу список книг, которые рекомендую прочитать. И там вы можете отыскать и Замятина, и Орвелла, и Платонова, и Джека Лондона, ну, много там разных личностей. Вот и Зиновьева я туда включил. Войнович писал после них. Но, как я сказал, не мог я откладывать вот разговор об этом человеке, потому что, ну, ушел из жизни. Когда кто-то умирает, то есть даже такая поговорка, что о покойнике либо хорошо, либо никак. Я не из тех, кто склонен так уж огульно доверять надгробным эпитафиям, поскольку, ну, действительно знаем мы, что на этих эпитафиях пишут разные вещи, как правило, естественно, хвалебные, ну, придерживаясь той самой поговорки, которую я только что привел. Ну, о Войновичем так вот двумя словами не скажешь. И я подумал, что есть смысл все-таки рассказать об этом человеке. И я начну, конечно, не с утопии, хотя основной массив того, о чем я хочу поговорить, будет, конечно, Москва 2042-го. Но, когда я вам рассказывал о Платоне, когда рассказывал о Беконе, рассказывал о Томасе Море, ну, рассказывал о других утопистах, я худо-бедно все-таки приводил их к биографии. Я не буду очень подробно рассказывать биографию Войновича, но какие-то веки просто обязан наметить, чтобы стало понятно, а вот что за человек, почему он писал именно так, а не иначе, и почему вот родилась на свет эта книга, до которой мы с вами обязательно доберемся. Ну, если заглянуть в Википедию, то там будет написано следующее. Родился в 1932 году, 26 сентября, в городе Сталинобад, Таджикское СССР. Ну, тогда это была часть Советского Союза. Ну, и дальше будет прозаик, поэт, драматург, лауреат государственной премии Российской Федерации. То есть, видите, уже в новые времена, в 2000 году получил он эту премию. А еще он песни сочинял, еще он рисовал, и даже выставка была его художественных работ. То есть, видите, какой многосторонний человек. Но я, как уже сказал, оставлю из всего, о чем вот вам сейчас сообщил, что перечислил его литературный аспект деятельности, поскольку все-таки я говорю больше о литературе. Так вот, в 80-м году был выслан из СССР и лишен советского гражданства. И так вот, до середины 2000-х годов жил в Германии, где ему было предоставлено политическое убежище. Ну, давайте не будем так огольно, чуть-чуть все-таки поподробнее. Такая любопытная деталь. Войнович очень любил рассуждать о своей родословной. И была у него такая книга, автопортрет, роман моей жизни. И там была такая глава, корни. И там вот он сообщал, что он происходил из сербского рода графов Войновичей. И эти графы дали, ну, много разных интересных людей России. Переселились они в Россию, в Брусселе и прочее. Но Войнович никогда особенно не гордился этим. Вот я тут маленькую такую цитатку приведу. Гордиться своими предками так же глупо, как и своей национальностью. Но знать свое родословное, если есть такая возможность, по крайней мере интересно. Это опять же из его автопортрета, роман моей жизни. То есть, такая вот родословная. Ну, почему я говорю Войнович? На сербском или по-сербски ударение ставилось таким образом. И что любопытно, что когда Войнович работал, или во всяком случае, публиковался в «Новом мире», то вот Твардовский так часто к нему и обращался. Не Войнович, а Войнович. То есть, тоже вот, ну, как-то подчеркивал это его родословно. Ну, это такие моменты. Может быть, не очень существенные. Но мне подумалось, что есть смысл все-таки и об этом сказать пару слов. А вот дальше произошли события. Видите, я опускаю. Как он перебирался в центр, в Москву. Как он там, какое образование получал. Что отец его был репрессирован. Но, слава Богу, не расстреляли. И потом, перед самой войной, его реабилитировали. И он опять служил в партии и прочее. В общем, был такой человек. Но не буду я в него отца. А скажу следующее, что в 60-м году он устроился. Ну, надо же где-то человеку работать. Младшим редактором в отделе сатиры и юмора на Всесоюзном радио. Ну, а поскольку Войнович уже до этого что-то такое подписывал. И стихи сочинял, и прочее. То тут вот, ну, бывает такая звездная минута у каждого человека. Он написал стихотворение, которое Оскар Фельдсман положил на музыку. И получилась песня. Я сейчас вам прочитаю кусочек из этой песни. Вы сразу поймете, о чем идет речь. Заправлены в планшеты космические карты. И Штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом. У нас еще осталось 14 минут. Ну, эта песня потом стала настолько популярной, что, я не знаю, мало у нее было конкурентов. Трошин ее исполнял. Ну, и другие исполнители были. И даже клип такой был снят. Вот Трошин на Красной площади одетый. Ну, в скафандр такой космический. Вот ее поет. Там еще припев такой был в этой песне. Я верю, друзья, караваны ракет, помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Это был период, ну, невероятный совершенно такой национальной эйфории. Ну, вы помните, что произошло, да? Гагарин, Космос, Россия, СССР первые вот запустили человека. И Войнович, ну, тоже поддался вот этой эйфории. Вообще, это был период оттепеля. Об этом можно отдельно очень много говорить. После культа личности Сталина, после 20-го съезда, где Никита Сергеевич выступил с разоблачениями. То есть масса писателей, поэтов, художников, то есть невероятное количество людей вдруг вот всплыло на поверхность. И кто-то что-то начал делать. Вот Войнович оказался одним из них. И дальше с этой песней произошло совершенно немыслимое событие, что когда встречал космонавтов Хрущев, то вот он взял и процитировал из этой песни несколько строк. Ну, представляете, глава правительства, глава государства цитирует песню какого-то, ну, никому на тот момент, в общем-то, неизвестного поэта. Ну, никто еще не знал, что Войнович не только поэт, что он еще и прозы пишет. На тот момент вот речь шла только о поэзии. И, как он сам потом говорил, наутро я проснулся знаменитейшим человеком. То есть стали раздаваться телефонные звонки, обращения, просьбы. А нет ли у вас чего-нибудь, а мы готовы опубликовать это в Новом мире, там, в других, там, журналах, в октябре, в огоньке, где угодно. То есть, ну, успех, удача. И такая удача, такой успех, ну, другому человеку, наверное, вскружил бы голову. Я не хочу сказать, что Войновичу это все голову не вскружило. Но, тем не менее, он остался человеком со своим взглядом, со своим видением мира. И этот взгляд потом начал расходиться с тем вот идеологически навязываемым взглядом, который пропагандировался в Советском Союзе того времени. Ну, не говоря о том, что вот теперь была не очень долгой, она начала потихоньку сходить на нет. И вот теперь появились такие личности, как Булата Куджава, Вознесенский, Евтушенко. Ну, можно много имен перечислять. И потом вот как-то потихоньку-потихоньку они стали исчезать со стороны журнала, в газет стали печатать других людей. Ну, а Войнович, как я уже сказал, он продолжал трудиться, работать. И он написал много произведений. Я сейчас просто их перечислю, отнюдь не собираюсь все их разбирать, поскольку это очень длинный получился бы разговор, но перечислить, как я считаю, их надо. В 61-м году в Новом мире появляется повесть, небольшая повесть «Мы здесь живем». Потом он напишет еще несколько различных вещей. Ну, вот, например, «Степень доверия». Это повесть о Вере Фигнера, известной революционерке, датированной 73-м годом. Я понимаю чудесно, что эти даты не всегда точно отражают момент написания той или иной вещи. Ну, вы понимаете, что есть редакторский период, пока примут, пока наберут, пока то-сё, поэтому даты написания иногда сильно отстоят от тех дат, когда то или иное произведение появилось в печати. А вот в 76-м году написал, тут я могу дату точно назвать, потому что действительно в 76-м году возникла, Иванкиада. Ну, это о том, как вот Войнович там вселяли в какую-то новую квартиру, потому что жил он, Бог весь знает где. Ну, возникли сложности с неким членом Союза писателей Иванько, о котором, собственно, вот Войнович и написал. Ну, Иванько был знаменитейшим писателем, и там даже у меня до сих пор помнится эта фраза о том, что вот он написал «Тайвань – исконная китайская земля», это принадлежало творчеству этого самого Иванько, «Исконная китайская земля», значит, с картами и прочее, такую брошюрку там в 30 страниц, но оказалось достаточным для того, чтобы его сделали членом Союза советских писателей, и вот такого, ну, малоизвестного, кому вообще важного и интересного писателя, как Войновича, лишили той квартиры, на которой он претендовал. Это рукопись, я ее называю рукописью, поскольку сначала она ходила в самоиздате, и, честно признаюсь, вот в те самые времена именно такой слепой самоиздатский вариант я и читал. Ну, а потом она появилась уже, изданная типографским способом, и не где-нибудь, а в Ардисе было такое издательство, по-моему, оно и сегодня существует, в Соединенных Штатах. То есть, видите, ушло за кордон. Я не знаю, прилагал Войнович какие-то усилия к тому, что попало это туда, на Запад или нет, но так оно получилось. Ну, когда что-то ходит в самоиздате, и потом печатают на Западе, ну, трудно, в общем, предъявлять писателю какие-то претензии. Он же говорит, то, что ушло по рукам, он уже не хозяин этому. И вот аналогичная история произошла с Иваном Чонкиным. Ну, имя Ивана Чонкина, наверное, все вы слышали, знаете, о ком тут идет речь. Это целая трилогия об этом солдате. И писалась она довольно долго. То есть, вот эта первая часть, самая знаменитая, шумная, из-за которой Войнович и, в общем-то, схлопотал максимум неприятностей, какие только можно схлопотать, вот бдительной цензурой и органов, которые следили за идеологией. Дело в том, что Чонкин появляется, опять же, в самой сдате в 1969 году. То есть, это закат. Оттепель уже Никита Сергеевич все это дело пресек. Вообще, сам Никита Сергеевич удаляется с поста главы правительства, его место занимает Леонид Ильич Брежнев. И вот по рукам вдруг начинает ходить такая штука, как Иван Чонкин. Это маленький человечек, солдатик, который там оказался где-то в какой-то деревне и должен охранять какой-то самолет. Ну, не буду пересказывать сюжет, поскольку это отдельная длинная история. И, в общем-то, ну, к нашей теме утопия, антиутопия отношения не имеет. Но там вот Войнович высказал свое отношение вот и к тому, как устроен, организован Советский Союз. Вот все вот эти бюрократии, все вот это вот, где маленький человек, ничего. То есть, нолят, без палочки, что называется, с которыми можно делать все, что угодно. И этого Ивана Чонкина он представляет как героя, ну, явно заимствовал из русских народных сказок. Вот такой вот Иваночка-дурачок, который, тем не менее, вот в силу того, что вот он такой, какой есть, он добивается каких-то невероятных вещей. Я сказал, что это трилогия, но первая часть, вот, как я уже сказал, ходила в самоиздате и, естественно, попала в руки соответствующих товарищей, которые на это, ну, просто никак не могли не отреагировать. Ну, я обещал перечислить произведение, давайте я перечислю, а потом все-таки вот вернусь к биографии Войновича. В 1986 году, уже после изгнания из Советского Союза, там, в Германии, он пишет «Москва-2042». Вот об этой книге мы потом поговорим обстоятельно, поэтому сейчас только называю и все. А вот в 2002 году он пишет еще одну книжку, такую, на мой взгляд, очень и очень спорную, о которой, может быть, потом скажу пару слов, а сейчас только назову «Портрет на фоне мифа». И посвящена эта книга Солженицыну, и не просто посвящена Солженицу, но это критика, позиция Александра Исаевича Солженицына. Причем такая, я бы сказал, резкая критика. И эта книга встретила самые различные отклики. Были такие, кто считали, что вот да, что вот действительно сделали Солженицына, прямо Господа Бога. А другие считали, что просто Войнович, ну, то ли от зависти, из-за того, что вот не сумел подняться на такие высоты и прочее, вот написал такую злобную книжку против Солженицына. Солженицын. Ну, видите, я всего пару слов пока сказал. И если будет интерес с вашей стороны, я увижу какие-то посты, то я обязательно расскажу об этой книжке пообстоятельнее. А сейчас вот пока назвал и все. И в 2010-м выходит роман, автобиографический роман, автопортрет, роман моей жизни. Ну, вот видите, я перечислил его произведение, а сейчас возвращаюсь к биографии. Я уже несколько слов сказал о жизни и необычальных приключениях солдата Ивана Чонкина. Ну, так полностью называлась эта книга. И писалась она с 1963 года. Ну, это по признанию самого Войновича. Ну, я могу, конечно, ошибиться, поскольку, когда я говорю, сам издатия стала гулять. Ну, вот имел я доступ тогда, так получилось, к сам издату. И когда что-то там появлялось, до меня это обычно доходило, но дать стопроцентную гарантию, что доходило моментально, конечно, не могу. Поэтому, может быть, стал ходить по рукам и раньше. А вот по признанию, как я сказал, самого Войновича, он начал над этой книгой работать в 1963 году. А вот дальше начали происходить неприятные вещи. То есть, что опять публикация на Западе. И случилось это в 1969 году во Франкфурте на Майне, то есть в Германии, издали эту книгу. Опять же, тут я могу только ссылаться на слова самого Войновича. Он уверял, что не пересылал туда рукопись и никакого разрешения, ничего такого не делал, не давал. То есть, это вот бродило-бродило по рукам, кто-то выпис и решили напечатать. А вот дальше уже было не так. В 1975 году эта книга была издана еще раз уже в Париже. Она была издана по-русски и во Франкфурте, и в Париже. Но потом появились и переводы, об этом я вам сейчас совсем не буду ничего рассказывать. Но вот дошло имя такого человека, такого писателя, как Войнович, до Запада. И, ну, тут просто не могло обойтись без неприятностей. И если после того, как я сказал, когда он написал вот этот знаменитый гимн космонавтов, 14 минут, кстати, любопытный момент, ну, вот видите, все у меня не по порядку получается. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом. Вообразите себе сегодняшний гимн космонавтов. Если бы кто-то сел его сочинять, и там были бы такие строки. Но это была еще другая Россия, другой мир, другой Советский Союз. И еще не было такой повальной борьбы с курением. То есть считалось, что да, ну, плохая привычка, но привычка. Видите, даже космонавты перед стартом, оказывается, закуривали. Кстати, песню часто так и называют, 14 минут. А вдумайтесь, почему 14 минут? А это вот, Война, что-то дело хорошо знал. Это как раз вот то самое время, достаточное для того, чтобы закурить и выкурить сигарету. От начала до конца. Так что, видите, 14 минут тоже не с неба свалились. Ну, так оно. Гимн вот такой. Хотя сегодня, как вы заметили, его уже никто не исполняет. Ну, поскольку, ну, как так, действительно, космос, закурив, не годится. Сумел ли сочинить кто-то, любим, лучше и интереснее? Не знаю. Лично я не слышал. Если кто-то слышал из вас, то скажите, дайте знать, с удовольствием послушаю. Ну, я подобрался к неприятностям. Так вот, какие же, собственно, неприятности стали происходить с Войновичем? Еще до издания Ивана Чонкина в Париже в 74-м году Войновича исключают из Союза писателей СССР. Ну, для кого-то это может показаться, ну, да, ну, был членом какой-то организации, исключили, какая разница. Я помню в свое время и отчеты читал, как это происходило, и какие люди, какие имена говорили, что вот, что это вообще то, что пишут Войнович, этот Чонкин, этот проклеп на Советский Союз, да это вообще никудышная литература, что это плохо написано. Ну, в общем, все, что только могли навалить, на него навалили. Но дело в том, что если кто-то жил в советские времена, то он наверняка все это помнит. А если не помнит, то можете у родителей спросить, можете почитать. В Советском Союзе каждый человек должен был работать. Если ты не работал, то тебя могли привлечь к ответственности. Ну, а на какие средства ты живешь? То есть, ну, да, можно сказать, что я что-то такое делаю, за что мне платят. Но это было не объяснение, поскольку даже если вы занимались, ну, частного бизнеса тогда еще не было, ну, например, по себе сужу, вот, я давал частные уроки русского языка и литературы, ну, подрабатывал, плохо жилось, денег на жизнь не хватало. Так я должен был заявить о том, что этим занимаюсь, и, соответственно, с тех частных уроков, которые давал, платить какие-то налоги. То есть, в общем-то, человек оказывался между молотом и наковальней. То есть, жить-то на что-то надо, а доходов нет. А если они есть какие-то, то ты должен их выложить на стол. Откуда они? Иначе тебя обзовут тунеядцем. Ну, и как тунеядцы? Осудят. Ну, может, там, в тюрьму посадят, или в исправительную трудовую колонию, шашлют, или еще куда-то. Ну, в общем, хорошего мало чего надо было ожидать. И вот членство в Союзе писателей давало человеку право вот нигде не работать, а заниматься литературой. То есть, скажем, вот его публикация, это и был его доход. То есть, все было вот как бы с точки зрения юридической нормально. И вот выгоняют. На что жить-то? И как вообще объяснить свое существование? А когда, значит, уже я сказал, что в 75-м году в Париже выходит этот самый Чонкин, то тут за дело взялись уже не только вот писатели, в кавычках, которые сделали все от них зависящее, чтобы выгнать война через Союзы писателей, а органы КГБ. И начинают с ним проводить беседы. Ну, естественно, после того, как его исключили из Союза писателей, то публиковать его перестали. Если до этого он публиковался, как я уже сказал, в самых разных журналах, и книжки выходили, то здесь все это оказалось тут же перекрыто. То есть официально человек зарабатывает, но не может. Ну, иди воруй, нет другого выхода. И тогда вот появляется КГБ и проводят с ним беседы. И объясняют, что вот если он себя начнет прилично вести, то, значит, они готовы разрешить ему публиковаться. Ну, кого-то удивит, какая связь между литературой, Союзом писателей и КГБ. Но в Советском Союзе все было вот так, прочнейше связано. Если в органах решали, что того или иного человека не надо печатать, то любое издательство, любая редакция, да куда хочешь, можешь относить свою рукопись, бесполезно. Тебе ее завернут, и даже вникать не будут. Хорошо это написано, нет. Что вообще, может, этот новый Достоевский, Толстой или Кавка не имеет значения. Все, есть приказ свыше, не опубликовать. Живи как хочешь. Ну, Войнович, видите, на Западе издает. Надо как-то с человеком договариваться. И вот там имело место такое событие. Беседы КГБ проводило в разных местах. Однажды не обязательно приглашали всех на Лубянку. Вот его, в частности, пригласили в гостиницу Метрополь. Я себе даже номер выписал в этой гостинице с 480. Видите, КГБ арендовало там такой номер, где беседовало с разной такого рода вот как Войнович публикой. И там, когда его туда пригласили, а якобы для того, чтобы вот как-то урегулировать публикации и прочее, ну, то есть дать человеку возможность дышать и честно по советским законам зарабатывать деньги, то там то ли он чем-то подышал, то ли ему подлили что-то, там, чай пил, я уж не помню, что именно, короче говоря, отравили. И вернулся он оттуда в совершенно таком полумертвом состоянии. Ну, врачи, то-сё, друзья, откачали. То есть не ушел на тот свет. Я не знаю, была ли цель отравить вот так, чтобы вообще человека не стало или только припугнуть. Тут я не берусь заявлять то, чего не знаю. Но сам Псефан, естественно, потряс Войнович. И после этого вот он написал такую небольшую повестушку, которая так вот и называлась «Дело номер 34840». Ну, такое было у него название. Я даже не знаю, выходила она одной отдельной книжкой или нет. Опять же, читал сам издатель, я думаю, что потом и книжка появилась. И вот опять же произвел эффект разорвавшейся бомбы. Ну, что ж такое? И в конце концов, вот не выдержав, мало того, что написал вот такую повестушку, которую пустил по рукам, он написал еще открытое письмо Андропову. Это еще пока власти Леонид Ильич Брежнев, но кто такой Андропов, вам не надо напоминать. Вы знаете, это был глава органов госбезопасности, вот он написал ему открытое письмо, и просто ему разослал это письмо еще ряду лиц, тоже в правительстве, в органы и прочее, но какие-то письма опять же сам отправил, друзья отправили, они попали в западные средства массовой информации. И 21 декабря 80-го года Войновичи с семьей высылают из СССР, то есть, видите, не ограничились тем, что исключили из Союза писателей, решили избавиться окончательно, а вот уже в 81-м году, то есть, когда он уже оказался там на Западе, то, значит, указан Президиума Верховного Совета СССР, он был лишен советского гражданства. Ну, человек без гражданства, а что ему делать? Он просит политического убежища, и Германия, тогда Федеративная Республика Германия, то есть, не ГДР, ФРГ, тогда было еще две Германии, предоставляет ему такое убежище. И события, которые имеют место потом, видите, все-таки достаточно подробно рассказываю биографию, но, как вы заметили, не всю, а вот только этот самый сложный период его жизни. Потом начинается перестройка, Горбачев, и в 90-м году указом, личным указом Горбачева Войновичу возвращают советское гражданство. И он начинает посещать Советский Союз, тогда еще Советский Союз, потом Россию, но вы помните этот период, и более поздний период, тоже после Горбачевский, когда перестройка то ли идет, то ли не идет, но вы помните, я вам рассказывал о Егоре Летове, рассказывал о его песнях, о том, как он вообще воспринимал вот все это происходящее, и если Егор это воспринимал в своих песнях, вот то, как он об этом пел, там все идет по плану, подробно я об этом вам рассказывал и прочее, то и Войнович по-своему отреагировал, когда вдруг увидел, что все это начинает возвращаться к тому, от чего собственно ушли, и вроде бы как радовались, что ушли, и вы помните эту историю с гимном, ведь кончилось чем-то, ну в общем-то какой-то момент Грингу вспомнили, вспомнили тот гимн, написанный еще в давние-давние времена, но потом было решено, что надо вернуть советский гимн, но слегка поменять его текст, и такая личность как Михалков, не Никита, а отец Михалков, который написал текст того первого гимна, вот перекраивает этот советский гимн под российский и до сегодняшнего дня его исполняет, но Войнович не мог пропустить такое событие и тоже сочинил гимн, распался на веки союз нерушимый, стоит на распутье Великая Русь, но долго ли будет она неделимой, я этого вам предсказать не берусь. К свободному рынку от жизни хреновой спустившись в вершину коммунизма народ, под флагом трехцветным с орлом двухголовым и гимном советским шагает в разброд. То есть это была уже конечно реакция вот на тот гимн, который утвердили. видите, вернулся в Россию, пока еще не совсем ездил туда-сюда, но посещал во всяком случае, вот таким образом на происходящее реагировал. Ну, там даже и припев был в этом вот гимне, который сочинил Войнович. Славься, Отечество наше привольное, славься, послушный российский народ, что постоянно меняет символику и не имеет важнее заботы. Ну, я думаю, тут особенно и комментировать-то нечего, что он хочет сказать. А то, что, да, атрибутика поменялась, вместо красного трехцветный флаг стал, да, видите, двухглавый орел появился, который был при советской власти упразднен. Но это все символы, а сущность-то какая? А сущность, как наблюдает Филил Войнович, в общем-то, осталась той же, какой и была. И в 2004 году Войнович постигает несчастье, умирает жена, и он оставляет Германию и возвращается в Россию уже насовсем. Но, в общем-то, был диссидентом в советские времена и таким же вот диссидентом и остался. То есть, той новой России, ну, не то, чтобы не принял, а иначе видел ее по-другому, хотел, чтобы она была другой. И вот всю оставшуюся часть жизни, собственно, и посвятил этой деятельности, этой борьбе, высказывая свою точку зрения, свою позицию, отстаивая ее. Опять же, я могу тут сказать, что не со всеми взглядами Войновича я лично согласен. Можно тут спорить и прочее. Но, одно, совершенно несомненно, то, что мы имеем на сегодняшний день в России, это явно не то, что могло бы быть, чего ждал Войнович, и чего ждали очень многие, когда вот наступила эта перестройка, произошел этот перелом, и открылось море возможностей, возможностей развиваться, эволюционировать, ну, не обязательно повторяя Запад, может быть, и каким-то своим путем, но, во всяком случае, с какими-то элементами демократии, с какими-то элементами свобод, которых в Советском Союзе не было, и которых в сегодняшней России, ну, опять удушаются. Тут надо вещи называть своими именами. И, я думаю, что, произнося эти слова, я даже не обязан их подкреплять какими-то примерами, какими-то ссылками, поскольку, то, что происходит в реальности, вы все чудесно видите, понимаете, знаете. Я уж не буду трогать этот закон о повышении возраста для пенсионеров, и там масса других вещей. Все это сегодня происходит на наших глазах, и оказывается, что все эти решения, как и в те былые времена, принимают вот вышестоящие инстанции, а отнюдь не тот самый народ, который, по идее, вот эти инстанции должны бы обслуживать. Ведь они слуги народа, ведь так это все и называется. Так вот, оказывается, что слуги живут в тысячу, миллион раз лучше, чем те самые люди, которые платят налоги, на деньги которых эти слуги, в общем-то, покупают свои дворцы, там, Мерседесы, БМВ и прочие. То есть, все это лезет в глаза, и я тут остановлюсь, не буду дальше ничего говорить. Я только хочу сказать, что вот Войнович был и остался таким, и, как я сказал, умер. В конце концов, когда-нибудь умираем. И вот, чтобы разговоры Войнович все-таки не свелся к пересказу его биографии или там какой-то эпитафии, видите, никаких эпитафий я здесь не пишу и не произношу, я из всего, что он написал, выбрал одну книгу, это Москва 2042 года, и попробую ее разобрать. Ведь в конце концов, это действительно антиутопия. И в чем-то она подтвердилась, в чем-то нет. Ну, давайте это мы оставим для разговора в следующем нашем видео. А сейчас давайте попрощаемся и я обещаю, что мы расстаемся ненадолго. До свидания.